Всем привет, друзья! Меня зовут Даша. Под конец года решила записать такой небольшой предновогодний влог. Расскажу вам про то, как прошёл мой декабрь. Декабрь — это сезон в нашей творческой деятельности. И, как правило, это такое очень напряжённое время. И предыдущие пару лет у меня декабрь — это вообще был просто какой-то ад, потому что я работала днями, ночами, и вот вплоть до самого Нового года. А в этом году — первый год, когда я, наконец-то, во-первых, подняла цены и не работала бесплатно, а во-вторых, я более как-то грамотно распределила своё рабочее время, распределила его так, чтобы доработать до моего корпоратива на работе. У меня корпоратив был 22 декабря. Вот я распределила время так, чтобы до 22 декабря у меня действительно было много плотно по заказам и по работе, а после, чтобы у меня был какой-то период такой, чтобы немножко выдохнуть и чуть-чуть дать себе отдохнуть именно перед праздником. И не входить в праздник уже с таким просто бессил абсолютно, как это было предыдущие пару лет. Но я заболела, заболела прямо перед корпоративом, в итоге на него всё равно пошла, температуры у меня не было, сейчас её тоже нет, но у меня ужасный насморк, у меня очень сильно болит горло, больно глотать, то есть, ну, как ларингит какой-то, то ли что. И у дочки то же самое. То есть, вот мы вместе болеем, и это просто жуть какая-то. У меня очень много ещё... Сегодня у нас какое число, по-моему? Штадыча там уже бегает с собакой. Они с собакой, короче, бегают. Вот она бегает с игрушкой. Не знаю, вам видно? Короче, она бежит, а собака бежит за ней. Ну, вот такие вот игры у нас, да. Ой, так вот, боже, меня там хоть слышно вообще. Ой, так вот, у меня где-то сейчас 24 декабря, и куча неделанных дел, дел неделанных. Дома бедлам. Чёртся что, надо прибрать как-то, надо... У нас ещё до сих пор нет ёл. Мы ёлку ставим вообще прям накануне. В прошлом году мы её поставили, по-моему, 28-го или 29-го декабря. А в этом, наверное, поставим 26-го, 27-го. Вот как-то так. Поэтому ёлки ещё нет. Но к ней уже надо прибраться, всё подготовить. Что там за плач? Вась, что такое? Кекс поцарапал? Доча, ну, наверное, не надо к нему лезть в рот рукой. Не надо. Ну, такие вот у нас дела. Ужас, короче. Я болею, я вся какая-то отёкшая, опухшая. Короче, ужас. Мне надо ещё как-то вот восстановиться к Новому году. Заказы у меня всё равно ещё пару штук осталось. Но на самом деле это три маленьких заказа, которые я брала просто для моих знакомых, которые попросили. В принципе, мне не напряжно, поэтому я взяла эти заказики маленькие, вот их доделаю, уже ребятам отдам, и всё. Ещё у меня в планах покраситься, потому что, ну, у меня на голове сейчас чёрте что. Я всегда была вот такая вот тёмненькая, да. А тут у меня уже начали появляться, ну, седые как бы волосики, да. Время никого не щадит, никого из нас. И я решила, что всё, мне пора начать краситься. И, по сути, надо бы начать краситься в свой цвет, конечно, да. Но я решила поэкспериментировать в своей жизни хоть раз с волосами. Дашечка, что, Дашечка, что сделать? На ручке. Я должна прерваться и взять человека на ручке, извините. Так, ну что, я готова продолжать. Подержала на руках ребятёночка. Она болеет сейчас, она такая капризулька, вообще капец. Итак, сейчас вам покажу заказ, который доделываю немножко. А тут в него входят вот такие вот подстаканники. Посмотрите, какая красота вообще. Рисунок офигенный, такой дымчатый. Такой, видите, вот краешек, как будто бы камешком, да. Уже либо до этого видео, либо после него выйдет как раз-таки мастер-класс по созданию молдов для вот таких вот краешков у подстаканников, у тарелочек. Если вы работаете с эпоксидной смолой, то обязательно посмотрите. Смотрите это видео, и вот такие вот красивые работы сможете делать. Кстати, что... О, знаете, что у меня тут сейчас... Смотрите, что происходит. Такая вот сковородка, и в ней лежит, я не знаю, видно немножко, да? В ней, короче, лежит тарелка. Тарелка вот из такой же смолы. Ну, вернее, с таким же рисунком, из смолы. Она лежит в горячей воде. Это я сейчас ей буду делать изгиб. Это у нас будет конфетница такая со изгибом. Вот я ее положила в горячую воду, чтобы она немножко размягчилась. И буду делать тарелочку с изгибом. Возможно, вы у меня тут немножко поучаствуете в процессе, пока я с вами поболтаю. Хотела вам еще рассказать, что я недавно снимала видео про польские ароматы. Начала их тестировать в диффузорах. Вот у меня стоит тут дифф. Вот такой. Это у меня аромат рождественское желание. Я его решила залить, потому что он, знаете, так цитрусовыми пахнет. Ну, такой очень приятный, действительно. Ну, рождественский такой аромат классный. Залила его в диффузор 25% от общего объема. И этого было очень мало. Мне казалось, что он как-то вообще очень слабо пахнет, практически не пахнет. Я так расстроилась. А потом я долила до 30% и все стало хорошо. Вроде бы вот сейчас пахнет, все классно. А еще, знаете, я как-то ищу диффузоры. Ну, я, видите, заливаю маленький объем совсем, да, просто чтобы потестировать. И я периодически вот так вот на свет смотрю, палочками вращаю, да, и смотрю, нет ли расслоения базы и масла. Потому что если есть вот это расслоение, если они расслаиваются, все, значит, аромат не подходит. Он с этой базой несовместим. Все. Этот аромат не расслаивается. Да, тут все окей. Он не расслаивается. Все хорошо. Но его нужно больше по процентовке. Да вообще я заметила, что только на Candle Science можно работать с 25% и этого будет достаточно. На каких-то других ароматических маслах лучше 30%. Так, ну что, моя тарелка, как тут у нее дела? Кстати, так вот, я вам недорассказала. 26-го числа иду красить волосы. Решила попробовать себя в светлом цвете. Всю жизнь ходила с темными волосами всегда. Ну и тут решила попробовать немножко осветлиться. Осветлялась я вот первый раз, да, ну то есть, возможно, вы заметили, если были подписаны с самого начала на мой канал. И потом я вот осветлилась в какой-то момент. Ой, подождите, я сначала тарелочку согну, а потом буду с вами вести диалог. Короче, друзья, это было очень сложно, но я это сделала. И вот эту вот тарелку все-таки согнула, наконец-то, на четыре стороны. Я люблю сгинать ее вот так вот, ну, чтобы было таких четыре приподнятых хвостика, да. В итоге, как я это сделала? Тарелочка достаточно толстоватая. Она у меня уже этот день как бы полежала, да, то есть, я уже немножечко даже упустила момент этого изгиба. Ну, чтобы это было полегче. А в итоге я решила стянуть ее лентами. Видите, то есть, две ленточки взяла и вот так вот ее стянула. То есть, они ее очень крепко держат, потому что скотч, в данном случае, во-первых, скотч оставляет следы, меня это бесит. Во-вторых, скотч вот так не удержал бы. Она реально уже толстоватая, она реально уже такая подзастывшая. И, то есть, здесь было изгиб сделать реально прям физически сложно. Боже, вот сейчас буду третий раз запускать эту же, одну и ту же стирку, потому что я про нее забываю и оставляю ее там. Ой, кошмар. Короче, ужас. Уже даже без порошка запускаю. Просто так вот, просто уже постирайся, давай я тебя достану наконец-то. Ой, капец. Ой, друзья, хочу вам сказать отрицательный отзыв на этот дурацкий пылесос. Меня это вообще ужасно бесит. Во-первых, вот эта вот кнопка, пуска, да, ее надо постоянно держать. То есть, здесь нет такого, чтобы ее можно было просто зажать и не пылесосить целый час вот так вот с нажатым пальцем. Во-вторых, эта щетка, вот эта вот, которая там внутри все покручивается, да, мне раньше казалось, ну, прикольно, наверное, она будет хорошо собирать. Нифига. Она больше раскидывает, чем нормально собирает, а вот какие-то кусочки чуть-чуть побольше, чем пыль, она вообще не хочет собирать. Смотрите. Видите? Она их просто отодвигает подальше. И все. И так постоянно. Ой, у меня просто уже подгорает. Меня это бесит ужасно. Блин, короче, этот дурацкий пылесос, он меня просто... Он меня просто вымораживает. Каждый раз, когда я беру его в руки, я его ненавижу. Я вам клянусь. У моей мамы тоже вертикальный такой пылесос, но у нее не от Дайсона, а Керхер, и он намного лучше. Хотя цена у них одинаковая. Конская, конечно, но одинаковая. И он реально лучше. Там нет этой дурацкой крутящейся щетки, которая просто все раскидывает под собой, да. Он работает намного тише, чем Дайсон, потому что Дайсон, он очень громкий. Работает намного тише и собирает все классненько, аккуратненько. Короче, вообще кайф. Если вы думаете, какой купить, то точно не этот. Вот бесит. Не могу. У моего ребенка что-то из-за болезни совсем сбился режим дня. Она не ложится спать в привычное время. Вообще как-то непонятно что. Короче, никак не могу ее уложить, поэтому я с вами пока еще немного поболтаю. Ой, наверное, вот так будет лучше по свету. Я хотела вам сказать, что вот не знаю, как у вас. Я знаю, что многие там в Инстаграме еще где-то подводят итоги года, там обычно в декабре, под конец месяца и всякое такое. У меня такого вообще нет. Я... Боже, кекс, уйти. Я особо не подвожу никогда итоги. Как-то... Не знаю, мне лень. Типа, ну да, я там вот сделала там то-то-то-то-то. Ну что ж, отлично. Мне больше нравится планировать что-то на следующий год. Вот это да. Да, вот это вот прям мое. Мне нравится писать планы, мне нравится ставить какие-то себе такие задачи новые, там вот всякое такое. Вот в прошлом году, например, вот я себе ставила такую задачу начать YouTube-канал, начать его вести, посмотреть вообще как там... Да, и еще воды. Еще воды? Да. Ну, сейчас налью. Налила человеку воды, продолжим. Так вот, короче, мне не очень нравится подводить какие-то итоги, мне больше нравится планировать что-то на следующий год. Вот. И на следующий год я бы вот точно хотела больше развивать канал, я бы хотела чаще снимать ролики, хотела бы прийти к какой-то регулярности. Вообще для меня вот в идеале хотя бы прийти к формату раз в неделю, чтобы четыре ролика в месяц раз в неделю, чтобы я выпускала. Но я понимаю, что пока моя дочка еще не в садике, да, то это с ней очень сложно, потому что я работаю, ну, в плане, что я выполняю заказы, я веду свой инстаграм-профиль, инстаграм-профиль арт-крамы. В арт-краме периодически езжу проводить самовывозы, отправлять посылки, отвечаю на директ постоянно там, и это тоже очень много времени отнимает, очень много. Вот особенно директ, ну, в инстаграме это вообще очень много времени. Ну и, естественно, съемка, монтаж. Но я же снимаю не только на YouTube, а еще и для моего онлайн-курса. И для моего онлайн-курса по гипсу я периодически выпускаю новые... Васька, не стучи. Я периодически выпускаю новые ролики. Доча, не стучи. Боже, я надеюсь, я наконец-то сниму эту часть или нет. Вообще какой-то кошмар. Так вот, короче, я периодически снимаю новые ролики для курса по гипсу, а в этом году еще один план, это отснять, наконец-то, большой курс по эпоксидной смоле. Так вот, отснять большой курс по эпоксидной смоле. То есть еще туда надо снимать, еще туда надо монтировать, да? Поэтому не знаю, как мне удастся, конечно, прийти к регулярности на YouTube, но я бы этого, во всяком случае, очень бы хотела. Потому что мне кажется, что, в принципе, у меня еще хватает идей для того, чтобы снять такого. Наоборот, я даже не успеваю все отснять то, что хотела бы. И поэтому будем стараться. Ну и, конечно, мне очень хочется улучшить качество звука. Потому что сейчас я пишусь на обычный телефонный микрофон. Мне это, естественно, не нравится. Вам это тоже не очень нравится. Поэтому, конечно, я бы хотела найти идеальные петлички для себя, чтобы они нормально писали звук, а не так, как те, что я покупала до этого, с которыми звук еще хуже, чем на телефон. То есть без них реально лучше. И рассинхрона нет. А вот, короче, будем стараться улучшать, снимать больше, интереснее. Если у вас есть идеи, чтобы мне еще нового интересного снять, чтобы вам было интересно посмотреть, то давайте, пишите в комментариях. В общем, вот как-то так. Мне нравится составлять планы именно на будущий год, поэтому этим я и займусь. Собственно, на днях. Буду писать. А еще, кстати, хочу найти. Я листочек где-то в мастерской запрятала листочек, на котором писала свои планы на этот год, 23-й. Вот хочу его найти и проверить, что у меня там сошлось, не сошлось. Первый пункт, я точно помню, что это было завести канал. И я вот его в январе, по-моему, 5 января, у меня будет годовщина, моему каналу будет первый годик. Вот, поэтому очень интересно, что я там еще сделала, не сделала. Короче, посмотрим. Блин, собака гавкает, ребенок орет просто. Как работать в этих условиях? Так, ну что? Сейчас мне будет предстоять уборка вот этого всего. У нас там куча обуви, которая и по сезону, и нет. То есть и ботинки, и кроссовки. Еще вот кроссовки нужно поубирать. Василиса моя вся растрепанная. Здесь тоже. То есть очень много всяких курток. В этом шкафчике он такой очень маленький, и в нем вот, всего ничего. Висит только две курточки, которые надо вообще отсюда убрать. Василиса, не лезь туда. Короче, надо это все убрать, все здесь перевесить. Ой, наконец-то дошли до этого руки. Так что вперед! Всем привет, друзья! Я после недавнего пилинга, поэтому у меня на лице, конечно, просто чертся что. Ну да ладно. Короче, я о чем с вами хотела поделиться. Я хочу отправить посылку одному моему любимому блогеру, потому что у него в ноябре день рождения. Ну, посылка будет идти долго из Беларуси, потому что это будет отправка в Эстонию. И я понимаю, что, скорее всего, она дойдет только ближе к Новому году, поэтому я туда еще кладу такие новогодние игрушечки. В общем, уже сразу типа с заделом на Новый год. Короче, я первый раз такое делаю, мне очень хочется ему отправить. Он недавно в видео сказал о том, что вот, типа, есть такая возможность. Я думаю, блин, класс! Короче, хочу отправить. И я вам сейчас покажу, что буду отправлять. Поехали! Так, смотрите, тут у меня такая вот идет коробочка, да. Отправлять буду VaxMales. Такие вот писюшки и такие вот черепочки. Сейчас вам покажу, как они выглядят, да. Здесь вот аромалампа еще лежит, ну, на случай, если у человека нет аромалампы. Здесь еще вот такие вот кубиками мэлсики и положу туда еще вот такие вот пакетики, потому что их все можно использовать как аромасаше. То есть их можно просто положить в пакетик, повесить где-нибудь в шкафу, либо положить к полотенцам, и там будет вкусно пахнуть. А вот здесь, собственно, новогодние игрушки. Но у меня здесь так все уже плотничком вот эти две коробочки стоят. Я вам сейчас покажу новогодние игрушки на примере тех, которые не упакованы. Так, вот смотрите, какая у меня тут красота. Я в посылку вложила набор вот в таком вот цвете. Видите, какие они красивенькие. Это дракончики такие, как символ этого года. Там в посылке еще олененок в таком цвете, звездочка и вот такая вот снежинка. Вот, вот такая вот, собственно, звездочка как раз. Такая вот красота. Мерцает. Вот на камере даже так не передается, но она в жизни вообще очень-очень сильно прям мерцает, переливается. Ну, ну вообще, просто вообще класс. Класс, они очень красивые. Так, вот обещала вам еще Мелосы показать. Смотрите, то есть это идет вот такая вот аромалампа. Да, то есть такой вот каркасик. Там ставится свечка. Это моя лампа, которой я пользуюсь. Вот на ее примере вам покажу. Ставится такая вот чаша. И вот сюда вот кладутся ароматические всякие кубики, вот как у меня, видите, такой вот квадратик, да. Либо вот такие вот формовые штучки. То есть здесь вот у меня такие вот черепочки. Тут разные они по форме. Аромат морозный можжевельник. Боже, он очень вкусный пахнет. Один из самых таких прям популярных у меня ароматов. Очень вкусный. Морская соль орхидеи еще кладу. Чуть более такой цветочный. Ананас шалфей. Классный. И на зиму он тоже будет очень хорош, потому что здесь именно такие шалфейные нотки активные. И вот такой вот клюквенный аромат вот с такими вот розовыми. Давайте вот я в инстаграме называю это косточки. Вот. Короче, вот с этими розовыми косточками такой интересный клюквенный, такой зимний пряный аромат. Вот. Все эти штучки можно закладывать так вот в пакетики и они ароматизировать будут то пространство, в которое вы их положите. Ну, либо вот так вот вкусно и сильно пахнуть в аромалампе. Это, кстати, один из самых сильных вариантов ароматизации помещений. Вот. Ну и все это сейчас упакуем. Так. Ну, а это, в общем-то, вторая часть подарка, который я отправляю. Это такие часики из эпоксидной смолы. И есть вот у меня дилемма. Два варианта часиков. Вот такие вот изумрудные, да, то есть с золотом, тут с такой вот черной вставкой. А есть вот такие. И мне кажется, что именно вот этому человеку как-то вот под его стилистику больше подойдут вот эти вот часы. Они, видите, как будто бы в такой вот акварельной технике. На самом деле все это эпоксидная смола, естественно. Но просто здесь черное деление, черные стрелочки. Как-то оно так более, мне кажется, ну, побрутальнее будет выглядеть, нежели вот эти вот часики. Хотя вот это у меня самая популярная модель. И тут проблема в том, что вот такие я точно не смогу повторить, потому что они вообще вот в ходе таких экспериментов у меня получились абсолютно случайно. И здесь есть такие переходы, от которых я до сих пор в шоке. Думаю, боже, как у меня это получилось вообще сделать? А вот эти наоборот. То есть это у меня прям такая популярная ходовая модель, и их я точно смогла бы повторить. Короче, даже не знаю, но, наверное, я все-таки отправлю вот эти вот. Мне кажется, что все-таки они подойдут человеку больше, несмотря на то, что я ее больше не смогу повторить. Но, короче, мне кажется, что вот они ждали как раз своего героя. Так что да, все, вот их сейчас буду упаковывать, запаковывать. Моя задача сделать так, чтобы они проделали дальний путь в целости и сохранности. Ну что, друзья, я сейчас уже буду потихонечку завершать этот декабрьский влог. Я рада, что еще успела пообщаться с вами перед Новым годом. Хотела показать вам уже результат моего окрашивания, да, то есть я вам показывала такой кусочек, да, что я подкрашивалась сейчас недавно. И вот такой вот результат у меня получился. Мне он очень нравится. Прошлое, вот мое предыдущее окрашивание, оно мне тоже как бы нравилось, но не так сильно. То есть мне не хватало какой-то равномерности, вот какой-то однородности цвета. Но я просто понимаю, что из моего такого изначально темной моей такой основы достаточно сложно осветлиться и выйти сразу с первого раза во что-то красивое, да. Вот это окрашивание я им полностью довольна, то есть оно именно такое, вот как я и хотела. Очень так хвалила и показывала в Инстаграме. Я готова всегда делиться контактами моего мастера. Она у меня вообще очень супер. Если вы живете в Минске, то в Инстаграме напишите мне, я вам обязательно скажу, как с ней связаться. Вот. Ну и если вы хотите из темненького выйти во что-то вот такое вот приятное, светлое и с минимальным вредом для волос. Вот. Хотела вам еще показать нашу елочку. У нас натуральная елка, вот я вам говорила, да. И посмотрите, какая она в этом году вообще. Такая классная красотка. мы покупаем елки уже второй год в таком, ну, специальном месте, как сказать, да. То есть, это елки, которые не просто там в лесу вырубили, да. Это заранее специально подготовленные выращенные елочки, ну, для того, чтобы вот их на Новый год, собственно, ставить. Это датская ель какая-то у нас. У нее очень такие мягкие иголочки. Она такая приятная. Вообще, вот она вот так вот у меня стоит. Мне кажется, она так похожа на искусственную. Просто вот, ну, посмотрите, она выглядит реально как искусственная. У нее еще так ровно ветки растут такими слоями. Короче, вообще супер. Мы ее еще пока не украшали. Жду, пока проснется дочь, чтобы вместе с ней уже украсить. Будем преимущественно украшать вот такими вот игрушечками из эпоксидной смолы. Кстати, эту игрушку мне подарила моя коллега, тоже смоленистка. Она у меня заказывала аромамелсики и вот сделала мне такой вот подарок. Мне было очень приятно, потому что, знаете, вот я считаю, что игрушек много не бывает, естественно, да, это во-первых. А во-вторых, игрушки ручной работы, ну, это вообще что-то особенное. И вот как раз-таки в этом году у нас будут преимущественно игрушки ручной работы, то есть моей работы, да, потому что моя малышечка уже вот тут у нас в коробке разбирала я, доставала то, что у нас тут такое подготовка к Новому году. И моя Вася просто подошла, взяла два стеклянных шарика. Я еще даже не успела сказать, нельзя, доча, не бери. Я так только вот хотела ей что-то сказать, и она просто берет два шара, да, и вот так вот их друг об друга, короче, вот просто друг об друга их вот так вот стукает, и оба шарика разбиваются в ее руках, и она такая, типа, вау, мама, что это, да? Ну, потому что до этого она брала пластиковые шарики, там стучала их, кидала с ними, ничего не происходило, и она настолько не ожидала, что шары могут вот так вот просто разбиться в ее руках. Поэтому, естественно, все стекло я убрала сразу наверх, обратно, вот, то есть это нам не скоро еще предстоит стеклянные шарики вешать. В этом году будем вешать эпоксидочку мою, и, конечно, пластиковое что-то. Не хочу, наверное, какой-то мишурой украшать, вот украсила так, немножко, видите, это я просто прикрыла, ну, ствол ели, там вот у нее были такие участки, где не было никаких елочек, то есть просто сам ствол, вот я его захотела немножечко прикрыть. И сейчас, наверное, уже начну вешать гирлянду. Кстати, слушайте, я же вам не рассказала, у меня недавно вообще такое случилось, я очень сильно заболела, при том это случилось вот так вот в один день. Наверное, это какой-то новый вид короны, потому что я когда рассказывала об этом в Инстаграме, то мне очень многие написали, что вот у них просто очень похожая ситуация, у всех дается осложнение, то есть вот вроде бы ты просто простыл, поболел там пару дней, все окей, как будто бы прошло, да, а потом резко возникает какое-то осложнение именно по лорской части, то есть сухо-горло-нос, вот по этой части возникает какое-то осложнение. В моем случае у меня далось осложнение на вот эти вот пазухи, гайморовые, как правильно, гайморитовые, да, пазухи, которые вот здесь вот в лобной вот этой вот части находятся, и это было настолько сильное воспаление, что просто я сначала полночи не могла уснуть от головной боли, потом я проснулась очень рано просто от сильнейшей головной боли, я сразу же нашла врача, записалась, поехала к нему, мне сделали снимок и сказали, что у меня прям острое воспаление, вот этих вот пазух, мне прописали антибиотики на 7 дней, то есть я Новый год как бы с антибиотиками, вот, и вот сегодня я уже второй день их пью, и знаете, ну, мне действительно становится немножко лучше, слава богу, потому что это был просто какой-то кошмар, то есть это такое, знаете, у меня первый раз такая болезнь, которая настолько резко, просто в один день, и так повально меня выкосила. хорошо, что это было уже вот в конце декабря, у меня нет сейчас никаких заказов, никаких дел, я уже всё закончила, всё сдала, мне осталась только вот уборка дома, подготовка дома к Новому году. Вам, я, друзья, желаю не болеть, ни в коем случае, да, берегите своё здоровье, берегите себя, вы у себя одни, мои дорогие, это вот помните, и я тоже постараюсь об этом помнить, потому что частенько вот как-то на это забиваю и забываю. Вам желаю счастливых праздников, счастливого Нового года, пускай вокруг творится мир, добро и волшебство. А вы ещё знаете, что если смотреть мой канал, то можно творить волшебство вашими руками. Вот. Увидимся уже в наступающем году, спасибо вам огромное, что в этом году вы ко мне присоединились и вы со мной, я всем вам здесь очень рада, подписывайтесь, пожалуйста, и до новых встреч, всем пока!